Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. И сегодня мы будем рисовать осенний пейзаж с березами. И для этого нам потребуется гуашь, листочек А5 формата, это половина А4, вода, кисточки разных размеров и салфетки. Для начала мы нарисуем фон, мы нарисуем небо, возьмем кисточку побольше, нам потребуется голубой цвет или светло-синий, набираем его кисточкой побольше, смешиваем с белым и начинаем закрашивать. Наша задача сделать сверху немножечко темнее, чем ниже мы спускаемся, тем цвет становится более светлым и добавляем больше белого. Да, до конца мы полностью можем не доводить, потому что здесь у нас уже будут горы. Но вот сделаем так, что наверху у нас цвет будет темнее, книзу он будет более светлым. Итак, дальше мы переходим к рисованию гор на заднем плане. Нам потребуется фиолетовый цвет, светлый, я возьму рубировую и смешаю вместе синий и добавлю туда немного белого. И начинаем с угла внизу вести такую линию, да, можно не очень ровную. И начинаем, да, с угла внизу вести такую линию, да, можно не очень ровную. И закрашиваем нашу первую горку этим цветом. С другой стороны мы возьмем цвет более синий. Кисточку вымываем. Кисточку вымываем. Беру синий. Добавляю кишечку белого. И рисуем уже еще одну гору. Так только с другой стороны. Вымывай. Да, иначе. С другой стороны. А именно все, что делать. Умывай кишечку. Да, иначе. Умывай. Встречу и внуши имелый. Умывай. Прик privileged. как будто бы одна заходит за другую. И оставшееся пространство мы заполняем еще более темным цветом. Более темный цвет делаем, чем предыдущие два. Опять же, можно помешать рубиновку. И этим цветом да, мы с двух сторон пройдемся, рисуем тут еще какие-то такие возвышенности. Цвета должны переходить от светлого к более темному. Так, это у нас задний фон. Дальше мы уже будем переходить к прорисовке берез. Для этого можно взять кисточку потоньше или кисточку, которая будет удобнее работать. Нам потребуется сейчас белый цвет. Нужно будет густо взять белого цвета, белый гулаш. И нарисовать три ствола березы. Снизу может примешиваться сейчас синий цвет, ничего страшного. Он потом нам не помешает, можно все это будет убрать в процессе. Так. Пусть первая, например, стоит здесь по центру. Мы просто рисуем белый ствол. Книзу немножко расширяется. Первый. Второй, да? Нарисуем чуть левее. Так. Так. И еще один ствол у нас будет справа. Так. Сделаем чуть подольше. И этот ствол у нас будет раздваиваться как будто бы. Теперь мы можем тут доработать, если примешались какие-то цвета, побольше добавим белого. Сделаем стволы более интересными, да? Можно тут добавить каких-то веточек. Насходящих клеток. Вот здесь вот какую-то веточку. Здесь потолще. Тут. Сами стволы сделаем ровными. Так. Хорошо. Теперь добавим теней, да? Нашим белым березом. Нужно взять тот синий цвет, который мы использовали, да? Он будет такой немножко с водой. Можно добавить ему чуть-чуть злобового. И этим цветом мы сейчас пройдемся по левой стороне наших берез. Назовим теней. Вот этот синий цвет уже есть. Сейчас будет. Пойдем сюда. Чуть-чуть. Потный цвет Понимаете, plant. Вжгород. Продолжение следует... 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 так ну что и вот такая работа у нас получилось спасибо большое всем за внимание